История, захованная на 100 годзе. Памятные плиты с именами воина, у которых загинули в Великую Ачинную Войну, в Ауражистовстановце открыли у агрогородка Вертялишки Гродинского района. Прозвищи советских солдат, высеченные с граниту, размещены у подножия мемориала Журботной Мати, усталеванного в 1983 году. И они дополнили списы загинулых при вызволении агрогородка Вертялишки от немецко-фашистских захопников. На памятных плитах отражены фамилии наших воинов-земляков. 106 воинов-земляков, которые храбро защищали как свое Отечество, так и оккупированные территории от немецко-фашистских захватчиков. Мы опирались на книгу «Память. Гродинский район», в котором запечатлены эти были фамилии. Провели большую поисковую работу. Длилась она порядка двух лет. Вся поисковая работа, оформление документов, изготовление самих плит. Пусть они не были маршалами, пусть они не были большими высокопоставленными офицерами, они внесли свой вклад. Это самое главное. Они отдали жизни в молодом совершенно возрасте и пали смертью храбрых ради мира на нашей земле. Сегодня очень мало осталось участников войны, кто воевал, кто освободил от фашизма нашу землю. И детей уже мало осталось, которые пережили это холодное, голодное детство. Сегодня праздник, но это спасибо тем, кто освободил, кто погиб. Отец Муатрам погиб. Вот он награжден орденом славы третьей степени, которая проравнивается к героям Советского Союза. Открытие памятных плит отбылось в рамках митингу Рэквиемя, присвященного 80-х годовины вызволения вертиолишек от немецко-фашистских захопников. Мероприемство прошло для мемориала Журботная мать. В центре комплексу статуя Жаншины, которая смуткула по сынам, что склали головы за свободу и незалежность родной земли. У подножия памятные плиты с именами сотни солдат. У дельники митинга склали вянки и кветки, театрализованной постановкой Хвилины Маучанне была ушанована память героев. 80 лет освобождение нашей страны от немецко-фашистских захопчиков. 13-го был освобожден город Скидель. И с этого начиналось освобождение Гродненского района. И вот вроде бы небольшое расстояние до границы, всего лишь 50 километров, а последний населенный пункт был освобожден только 26 июля. То есть две недели шли ожесточенные бои с огромными потерями, с огромными страданиями советских воинов, воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков. Сегодня мы в Вертелишках открываем после реконструкции этот монумент, посвященный победителям. Найдены дополнительные, проделана огромная работа руководством СПК «Прогресс Вертелишки» по изучению имен павших героев, пропавших без вести, которые проживали в то время на территории Вертелишек, на территориях близлежащих населенных пунктов. Сегодня их память будет увековечена возле этого монумента. Поэтому это событие для всех жителей района очень значимое, и мы должны сохранить ту память, которая у нас есть, не позволит переписать историю, что сегодня требуют, стараются многие наших воинов в Великой Победе. Поэтому мы должны это помнить, передавать будущим поколениям, свято чтить эту память, для того, чтобы и в веках это продолжалось. Митинг стал первым у Шархупадей, яке пройшли с нагоды 80-х годовины вызволения вертелишек. В рамках памятной даты у парку Агрогородка открыли шмат функциональную спортивную пляцовку. Маленькие вертиолишковцы оценили место для занятков физичной культурой. На многофункциональной площадке здесь смогут ребята заниматься и мини-футболом, и баскетболом, и волейболом, и также могут заниматься теннисным спортом. В парковой зоне, в зоне отдыха, есть определенные часы с 12 часов дня до 10 часов вечера. Мы очень сильно рады. Эмоции просто зашкаливают. Нам сегодня дают ключи от квартиры, от рукоматной квартиры. Которую мы ждали очень давно. Муж отработал 22 года. 22 года в колхозе. Я 14, у нас двое детишек, и очень этого ждали, и наконец-то дождались. Себе мы возьмем комнатку поменьше, а ребятишкам мы дадим побольше. Еще одним святочным моментом означения даты стало заселение у новой квартиры Жихару Агрогородка. Новоселам в аурашистой обстановке уручили ключи. Их отримали 8 молодых семья. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...